17 июля 2024 год. Коротенькую сделаю запись. Послушайте, что-то все приуныли по поводу того, что Байден после покушения явно обрел какие-то более высокие шансы на то, что его изберут. Кроме того, он себе взял в вице-президента какого-то абсолютного уже лутырка Уэйса, который про Украину говорил, что мы должны отдать часть территории и даже Америка не в состоянии нам дать произвести того оружия, которое победит Россию. Ну, мы покажем, как можно победить вонючую Россию, да? Но я про что хотел сказать. Смотрите, я еще задолго до нынешней ситуации, там каких-то, когда это было, помните, 7 месяцев не давал нам вооружение Америка. Месяц совсем. При Байдене вот там до апреля месяца, с прошлого года начиная, не было никакого Трампа, сидел себе этот демократ Байден и парил нам мозги, правда? И я тогда еще сказал, что ребята, ну, как украинцы, не переживайте по этому поводу, все равно Украина просто сейчас в мире переключается с ведущих ролей российских, с ведущих ролей американских, переключается на ведущие роли Европы. То есть из Европы, хочешь не хочешь, а вынуждена теперь перейти на то, что следить за производством вооружений. И сейчас нас Европа снабжает, сейчас там Норвегия дает там, да, какие-то вооружения, фу, Дания и все остальное. Нормально. Среди 50 стран европейских зашевелятся очень многие, посмотрел на то, что, ну, Америка уходит в сторону. И я думаю, что для Украины это неплохо, как я сказал там полгода назад еще, что где Америка, блин, хрен знает где, а где Европа? Европа вот она рядышком. И нам, как в Украине, даже лучше, что эти ребята, которые понимают действительно, как Польша там, которые понимают, что это Литва, Латвия, Эстония, понимают, что такое российское, под российской пятой находиться, да. Они нам будут с большим энтузиазмом помогать, потому что, ну, что Америки, что Америки до нас, вот скажите, через Атлантику там. Да и приемает, если все будет Украина.